В этом видео я вам покажу шаблон N8N, который будет генерировать ролики, либо генерировать видео, создавать видео с помощью сервиса VO3 от Google. Но для начала посмотрите вот на этот аккаунт. Все видео на этом аккаунте сгенерированы с помощью сервиса VO3 и он уже набрал 259 тысяч подписчиков. Вчера еще было около 220 или 230. Как мы видим роликов не так много, но давайте посмотрим какой-нибудь из них. Да, ролики на английском языке. У меня здесь не включаются все субтитры. Эти все видео как раз сгенерированы с помощью VO3. И здесь блог полностью ведется. Или вот еще. Идеальные белые зубы, да? Окей, значит, смотрите. Вот еще один аккаунт в ТикТоке. Здесь уже, мне кажется, работа проведена более серьезно. Здесь такой персонаж, как снежный человек. Здесь тоже, смотрите, больше 350 тысяч подписчиков. И эти ролики тоже сгенерированы с помощью сервиса VO3. Этот шаблон во время его создания получил вот такие вот ролики. Сейчас вам покажу. Не забывай, что скачать этот шаблон ты можешь в первом закрепленном сообщении под этим видео. Да пребудет с тобой сила. Я, как истинный фанат Звездных войн, не мог обойти эту тему стороной. Поэтому все мои видео посвящены Звездным войнам. Теперь мы свободны. Вперед, пролиняя. К новым приключениям. К изучению искусственного интеллекта. Это уже вторая серия. Второй кадр. Первый кадр был таким. Всем привет, это Игорь. Вы не поверите, как я оказался на Туине после падения Империи Империи Вай. Этот чуть хуже получился. То есть мы можем генерировать, либо создавать ролики, видели как горизонтального, так и вертикального формата с помощью сервиса VO3. И давайте в этом видео я вам покажу шаблон, с помощью которого такие видео генерируются. Плюс не просто видео, а генерируются еще полноценные сценарии для этих самых видео. Поехали. Окей, смотрите, мы с вами будем создавать вот такой шаблон для генерации видео с помощью сервиса N8N. Значит, здесь есть несколько вариантов его использования. Можно ручную отладку включить. Можно включить создание роликов с помощью э-агента, с помощью телеграм. Есть вариант создания роликов, создания скриптов для этих самых роликов. А в скриптах важен персонаж, важна его локация. И важно, что он будет говорить. Об этом, обо всем мы с вами как бы в этом ролике будем, в этом видео будем разбираться. Плюс эти ролики, эти видео, они будут не просто создаваться, они будут заполняться в специальную Google таблицу, плюс выгружаться в Google Drive диск, в Google Drive документы, для того, чтобы мы могли быстро скачать эти ролики. Но самая большая проблема с VO3 в том, что ты не сможешь там зарегистрироваться, если ты находишься в России. Я пробовал VPN, я пробовал все способы, о которых рассказывают в интернете. Но как бы я не смог зарегистрироваться. Но даже если бы я смог зарегистрироваться, самый дешевый тариф, самый минимальный тариф, там стоит около 20 долларов. 20 долларов и тебе дается 10 регистраций, это как бы триал период, бесплатный тариф. Если вы хотите реально генерировать ролики с помощью Weo, то вам необходимо оплатить подписку, которая стоит 249 или 250 долларов. Подписка, по-моему, называется Ultima, если я не ошибаюсь. И это, на мой взгляд, такие достаточно высокие уже цены для многих, особенно людей, которые находятся в России. Если уже вы хотите просто потестить или обойти ту самую возможность, мало того, что зарегистрироваться, дальше нужно еще оплачивать такой большой кейс, вы можете использовать сервис, который называется Replicate. Сервис, который позволяет нам создать там аккаунт, понадобится создать аккаунт через GitHub, GitHub, и дальше использовать сервисы, тот же самый сервис Weo для генерации видео, Weo 3. Но, если мы посмотрим на цены, сервис абсолютно бесплатный, вы платите только за генерацию тех самых видео. Причем, как я понимаю, здесь модель Weo 3, она представлена как раз официально. Это Weo 3 от Google. И стоимость генерации видео здесь составлять будет всего 6 долларов за 8-секундное видео. То есть, вместо того, чтобы платить 250 долларов разово за подписку Weo 3, мы можем платить 6 долларов за генерацию примерно там 8-секундного видео. То есть, порядка 75 центов за видео, либо там 7,5 рублей за одну секунду. Если мы будем делать 30-секундные ролики, то посчитайте, это будет выходить 5 на 6, около 30 долларов. С помощью этого сервиса мы как раз можем через Weo 3 подключаться к N8N и генерировать те самые ролики. Мы будем в этом видео использовать как раз этот самый сервис. Значит, что нам необходимо? Нам необходимо найти Weo 3, перейти в раздел API и скопировать, соответственно, HTTP request ноду. То есть, данные HTTP. Мы их просто копируем и вносим в ноду HTTP request. Дальше в эту ноду заходим Import QRL и вставляем, соответственно, эти данные. Здесь уже автоматически будет подгружен ваш API-ключ, который вы создадите на сервисе Replicate. У меня он здесь не отображается, поэтому удалять не придется. Вот сюда просто подгрузите свой API-ключ и создадите ноду HTTP request. Как подробно работать с нодами HTTP request, я уже показывал. Значит, здесь же, как устроена вся работа. Значит, я, чтобы... Ну, просто 6 долларов за 8 секунд видео, которые мне в данный момент не нужны, но достаточно высокая цена, поэтому я вместо агента, который будет генерировать скрипты для этих видео, я поставил ноду request, в которой добавляю просто текст, который будет добавляться для генерации тех самых видео. У нас есть два видео про наших штурмовиков и добавим какое-то третье видео. Прямо вот сейчас с вами пройдемся, как этот процесс будет работать. Я попросил чат GPT сгенерировать мне, соответственно, третий сценарий и выложу его сюда. Я, честно, даже не читал этот сценарий, просто мы его протестим. И смотрите, как будет происходить процесс. Мы можем... Смотрите, как будет происходить процесс. Сейчас мы, когда нажимаем test workflow, у нас запускается процесс. В первую очередь он забивает, соответственно, prompt и сценарий, ставит ему статус в работе. И в будущем он добавит сюда URL на само видео. Дальше, значит, у нас есть, ну да, что теперь request, которая связывается как раз с сервисом, сервисом Replicate и начинает генерировать видео. Значит, дальше идет проверка. Процесс генерации видео, он в среднем занимает там от двух с половиной, трех минут до там пяти-семи минут. И для того, чтобы мы могли в реальном времени отслеживать, соответственно, сколько будет генерироваться видео, мы поставили вот такую вот круговую задержку, которая, во-первых, ставит таймер. Здесь таймер установлен на 30 секунд. И через каждые 30 секунд он проверяет, соответственно, видео готово или нет. Если видео не готово, как мы определяем, что видео готово, у него появляется статус. Здесь он статус processing, то есть в процессе идет статус. Если у него появляется статус, то есть успешно, то есть сделанное видео, то он, соответственно, получает ссылку на это видео. И эту ссылку уже отправляет ту самую Google таблицу. И плюс отправляет ссылку на скачивание файла. Скачивание файла здесь также проходит через ноду. Ноду htp request. Мы просто сюда добавляем ссылку, которую необходимо скачать. И говорим, что необходимо скачать в виде файла. И называем этот файл. Дальше этот файл мы просто будем загружать в Google Drive документы, для того, чтобы у нас он был скачан. Потому что сервис Replicate, к сожалению, если мы даже добавим ссылки в таком виде, они будут храниться там буквально несколько дней. То есть они быстро уходят, быстро пропадают. И из-за этого, вот видите, у нас видео уже сгенерировалось. И вот, соответственно, сценарии здесь входящие. И здесь, соответственно, ссылка на скачивание файла. Скачивание файла также произошло. И теперь этот файл доступен вот здесь. То есть вот он, только что сгенерированный файл. Давайте посмотрим, что же там происходит. А, ну он еще не дает. Но мы можем пока, он еще его не скачал, обрабатывает. Мы можем посмотреть через сервис Replicate уже непосредственно с самой видео. И за вот эту вот генерацию мы тоже только сгенерали. Когда империя ушла в прошлое, пришло время создавать что-то новое. Вот мой первый и из милы. Хотя пока только в виде снежной схемы. Когда империя ушла в прошлое, пришло... А, и снега. Я не понял последнюю фразу. То есть он нарисовал схему создания искусственного интеллекта. И штурмовики пришли и подняли. Значит, единственное, мне здесь не нравятся вот эти вот субтитры. Да, они почему-то не, по-моему, не совсем на русском языке. Хотя пока только в виде снежной схемы. Вот, но видео забавное. То есть, и когда мы уже можем... И в следующем... То есть, так, отсюда не выйти. Так, и в будущем мы можем совместить, соответственно, все эти три клипа и сделать уже полноценный ролик, где будут сначала сидеть штурмовики за чаем, потом они пойдут куда-то и нарисуют вот и снега. То есть, таким образом можем создавать сценарий. Значит, также я подготовил такую штуку, как писать сценарий для скрипта. То есть, это форма, форма через N8N, где собраны вопросы, которые, на мой взгляд, я спросил там у Чаджи 5, у ИИ, как лучше всего писать сценарий. Он мне дал, соответственно, 7 вопросов, на которые необходимо ответить для того, чтобы твой сценарий получился там максимально классно. Давайте вот сейчас перейду по этой ссылке, хотя она, скорее всего, сейчас не будет. Ее, да, она не слушает. Нужно нажать Side Step, протестировать, и переходим вот в такую вот ссылку. Смотрите, здесь выбрана уже Star Wars. Вы можете изменить, как зовут персонажа, какая у персонажа внешность, особенность внешнего вида, в каком месте или окружении происходит действие, что делает персонаж, какую эмоцию или настроение выражает персонаж, есть ли необычные детали в контексте вокруг, как персонаж говорит вслух. То есть мы заполняем эту таблицу, и эта таблица нам присылает ссылку, что они начинают готовить, то есть нам Telegram-бот присылает ссылку, что он начинает готовить нам в личку, что он начинает готовить скрипт, сценарий, и он прописывает характер персонажа, он прописывает локацию, то есть что будет выглядеть возле персонажа, что будет рядом с парусом, возле персонажа, он прописывает сам скрипт разговора, чистит все это и отправляет, соответственно, в Telegram, и мы в Telegram можем вот либо уже через Telegram, либо мы можем соединить эти шаблоны, и эти шаблоны уже будут автоматически работаться, автоматически включаться там определенное количество времени после заполнения той самой формы. Но пока у меня все это находится отдельно, я еще раз говорю, что 6 долларов, ну достаточно такая высокая цена, если по курсу 80, то это порядка 500 рублей за 8 секунд. Ну и на видео, чтобы снять видео, нам понадобится нам около 3-4 тысяч, для того, чтобы снять полноценное видео, для, например, инсты или тиктока, и там набрать большое количество просмотров. Посмотрите, здесь 3-4-5-6-7-8-9-10-12, 14 видео, 250 тысяч подписчиков в тикток аккаунте, у гориллы тоже порядка 3-6-7-8-9-10, тоже порядка 13 видео. То есть раз в сутки тратят 4-5 тысяч, набирать большое количество подписчиков, просмотров, я думаю, что можно потестить, можно посмотреть, если интересуетесь. Также есть вариант в этом шаблоне, чтобы он запоминал, соответственно, те скрипты, которые он создает, и уже готовил нам выборку по отличным персонажам. Ребята, я надеюсь, что это видео было вам полезно, я надеюсь, что в Vio3 в ближайшее время снизить цену входа, снизить порог входа, хотя тогда придет большое количество таких же, как мы с вами любители, и будет создавать подобные ролики, будет большая конкуренция, и социальные сети тоже с этим будут бороться. Но посмотрим. Изучайте сервис N8N, изучайте искусственный интеллект. С вами был Гори Зуевич, обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал, все ссылки находятся в первом закрепленном сообщении. Поставьте мне нравится этому ролику. Пока.